Осьминог Бесконечности Особенно представляет она собой словарь. Словарь, в котором определение непосредственно. Многие могут сказать, что определение эти, ну, как вредные советы. На самом деле все несколько глубже. Смотрим. Абсурд. Суждение или мнение, совершенно не совпадающее с чьим-то собственным. Например, да, хорошее определение ввиду того, что на самом деле так и есть. В большинстве случаев люди употребляют слово абсурд, когда подразумевают ввиду вот что-то вот такое. Ну, например, Аристотель. Аристотель писал, что абсурдны все мнения десократиков. Ну вот, он перечисляет мнения десократиков. Такой бам-бам-бам-бам-бам. Фалет говорил, что все есть вода. Рассказывал, а то еще о чем-то там про Фалет. Там какие-то сказки, сказки, сказки. И в итоге такой, опа. А на самом деле все это абсурдно. Потому что вот мое мнение. Вот я молодец. Аристотель это первый человек, который, видимо, последовал такому пути. А может быть и не первый, но первый исторически зафиксировавший свое вот это вот стремление называть все абсурдным. И в итоге это как бы стало традицией нашей человеческой традиции. Продолжаем. Академ. Древняя школа, в которой учили этики и философии. Академия. Производная от Академ. Современная школа, в которой учат играть в футбол. Смешно, забавно. Действительно. Аплодисменты. Эхо, отзвучавший банальностью. Это даже, понимаете, это неопределение. Это не то, что люди в ладошки хлопают. Нет. Это неопределение, это раскрытие сущности. Это некий афоризм даже, можно сказать. Эхо, отзвучавший банальности. Да, так есть. Так чаще всего и есть. То есть, ну, действительно, любой умный человек, скорее всего, признает, что аплодисменты, это вот это вот действительно совпало-совпало. Продолжаем. Апокалипсис. Знаменитая книга, в которой Иоанн Богослов зашифровал все, что узнал. Расшифровку ведут комментаторы, не знающие ничего. Банальность. Основная составляющая и предмет особой гордости в популярной литературе. Мы слишком о том, что слово не воробей. Мудрость миллиона дураков в изложении тупицы. Окаменевшая, вернее сказать, забетонированное чувство. Мораль без басни. Смертная часть, отлевшая истину. Маленькая чашечка. Мораль, разбавленная молочком. Куриная гуска. Переная павлинями, перьями. Медуза. Усыхающая на берегу океана мысли. Кудахта не переживающая яйцо. Сушеная эпиграмма. Отлично. Серьезно, это потрясающее определение банальности. Лучше я ни у кого не встречал. Спасибо, Берсор. Это хорошо. Бедствие. Частое, прямое и весьма действенное напоминание о том, что эта жизнь устроена совсем не так, как нам хотелось бы. Бедствие бывает двух видов. Наши собственные удачи. Неудачи, да, конечно, неудачи. И чужие удачи. Отлично, прекрасно. Действительно, прекрасно. Безумец. Человек, страдающий хронической интеллектуальной независимости. Не отвечающий тем стандартам, мыслях, речи и действиях, которые установили конформисты. Принято за талон самих себя. А потому пребывающий не влада с большинством людей. Говоря короче, человек необычный или странный. Отлично. Прекрасно. Тоже прекрасно. Хорошо. Ну, конечно, не всегда совпадает с безумцами. Потому что есть реальные безумцы, которые просто, да, не в своем уме. Но есть интеллектуальные, так скажем, безумцы, с которыми, в общем-то, люди не согласны. И это определение отлично выражает вот эту позицию. Безумие. Талант и божественная одаренность. Припосредствии которых творческая и управляющая энергия вдохновляет разум человека, направляет его действия и украшает его жизнь. Ну, да. Благоразумный. Поддающийся инфекции наших собственных мнений. Гостеприимный к убеждению, разбеждению и уверкам. Верно же? Верно, да. Кого мы называем благоразумными? Да, вот этих вот самых людей. Вот недавно, вы, наверное, может быть, лицезрели тот хайп, который поднял Арчет по отношению к тому видео, которое вот я включил. И вот там куча благоразумных людей было. Очень благоразумных, которые подались инфекцией убеждений Арчета, например. Вот, да. Они были гостеприимны к его убеждению, разубеждению и уверкам. Прекрасно. Ну, замечательно. То же самое с прилепиным. Вот, боже, там куча благоразумных людей собралось, которые вот были как раз в таком вот состоянии по отношению к прилепи. Ну, конечно, по отношению ко мне они абсурднее слили, собственно. А вот, да, да. Прилепин признал бы их благоразумными. Человек мира всех вещей. Как получается, действительно. Богатый. Управляющий собственностью ленивых, некомпетентных, расточительных, завистливых и неудачливых. Такое представление преобладает в преступном мире, где отношения людей находятся наилогичнейшее воплощение, искреннейшее выражение. Для среднего класса слово это означает «хороший», а также «мудрый». Да, да, действительно. Бумагоморатель. Профессиональный писатель, чьи взгляды непримиримы с нашими. Да, так всегда обычно и говорят. Вежливость. Наиболее приемлемая форма лицемерия. Тоже верно. Восхищение. Деликатный способ признать чьё-то сходство с нами, с нами. Да, действительно. Люди часто используют восхищение вот в таком именно значении. В большинстве случаев, в подавляющем большинстве, если кто-то начнёт оправдываться, он, скорее всего, либо лжец, либо святой. Врождённый. Природный. Прирождённый. Как врождённые идеи, например. Другими словами, идеи, с которыми мы рождены. То есть, перенитые от предков. Доктрина врождённых идей – одно из самых замечательных верований в философии. Ну, давайте здесь как бы подчеркнем, что далеко не все философы за врождённые идеи. И, наверное, даже в наши дни это уже абсолютно неверно. По-моему, никто из философов не отстаивает эту концепцию из крупных. Она сама есть врождённая идея, потому опровержению не подаётся. Хотя Локк, не от большого ума, предположил однажды, что идеи эти происходят от каких-то сильных потрясений. Среди врождённых идей может быть упомянута вера в способность издавать газету, увеличить той или иной страны, в превосходство какой-либо нации, важность чьих-то личных дел и в то, что ваши немощи могут быть интересны кому-то ещё. Ну, он здесь юмор попытался тоже провести, тоже забавно, интересно. Гностики. Секта философов, пытавшаяся сотворить сплав изучения платоников и раннего христианства, но бутного металлурга среди них не было и затея провалилась к великому их огорчению. Забавно, да. Забавно и, главное, интеллектуально, но то есть это не просто какой-то тупой юмор, это юмор с отсылками на философские события, на события истории и очень хорошо. Я, причём, перечисляю здесь очень маленькое количество определений, я посчитал, что это лучшее, ну, лично для меня. Голод. Да, голод актуально. Чувство, которое Господь предусмотрел для подспорья решению рабочего вопроса. Да, так и есть. Голосование. Инструмент, позволяющий свободному гражданину являть свою глупость и губить свою страну. С чем здесь можно подспорить-то, в общем-то, по-моему, ни с чем. Потому что всё вот так вот, на самом деле, и есть. Гомеопат. Юморист медицинского сословия. Следует заметить, что Берс писал свою книгу не так-то, не так уж и давно. Ну, с другой стороны, не так уж и недавно. А гомеопаты, видимо, уже тогда были в апале и такие вот выражения могли насмешить людей. Прекрасно. Гостеприимство. Добродетель, который побуждает нас кормить и давать приют тем, кто сыт и в приюте не нуждается. Да, действительно, очень забавно. Очень забавная добродетель. И она действительно вот такая, в таком виде она и есть. Грамматика. Система силков, предусмотрительно расставленных для человека, выбившихся из низу на его пути к успеху. Да, вполне, вполне можно, можно это так трактовать. Диктатор. Руководитель государства, предпочитающий мордиспотизма, чуме, анархии. Ох, Сталин бы обрадовался. Довод. Обоснование предвзятости. Да, обычно так и есть в большинстве случаев, даже когда речь идет о людях умнейших, о людях совершенно умных. Вот довод. Это обоснование собственной предвзятости. А вот и доказательство подъехало. Доказательство. Свидетельство, имеющее оттенок скорее вероятия, чем невероятия. Показания двух заслуживающих доверия очевидцев, противопоставленные свидетельству лишь одного. В целом, да, вероятия, невероятия, доказательства, нет такого доказательства, которое было бы абсолютно при этом. И это, в общем-то, говорит нам о том, что ничего мы доказать в конечном итоге не можем. И поэтому мы говорим о скорее вероятии или скорее невероятии. Да, все. Все, вот так мы и доказываем. Прекрасно. Долголетие. Необычно продолжительный страх смерти. Это смешно, это забавно. Дыба. Аргумент. Кстати, вот часто говорят, что аналогия не аргумент, но дыба... Аргумент еще какой-то. А, да, потому что аргумент это то, что воздействует на человека, а не то, что открывает истину, как бы, да. А то часто это забывают, да. Аргумент это способ воздействовать на человека и заставить его согласиться с вашими положениями. В данном случае дыба. Прекрасный метод. Отличный метод, да. Прежде всего. Прежде часто использовавшись для того, чтобы убедить приверженцев ложных верований и принять веру истинную. Когда дело касалось особо упорных, дыба бывала не особенно действенна. Зато ее и по сей упору поминают не без уважения. Да. Совершенно. Круто. Жалкий. Состояние вашего врага или оппонента после воображаемой схватки с вами. Да. Действительно так и есть. Замечательно. Живопись. Искусство защищать плоскости от превратности погоды, а потом выставлять их на предмет критики. Некогда живопись и скульптура сочетались в одной работе. Древние раскрашивали свои статуи. Такого рода союз двух искусств, точнее сказать, сочетание цвета и объема можно видеть и в настоящее время, когда живописец надувает своих постоянных покупателей. Да. А, ой, еще одна живопись, да? Зануда. Тип, который говорит в то время, когда вам хочется, чтобы он слушал. Оно, да, действительно зануда. Таких людей обычно и называют занудами. В чем? В чем, собственно, проблема? А словарь очень интересный, просто потрясающий в этом смысле. И советую вам прочитать все определения. Здесь только вот мои, мои любимые. Извиняться. Закладывать фундамент для будущих оскорблений. Действительно. История. Отличное описание истории. Я, честно говоря, считаю вот что-то вроде того про историю. История. Это описание преимущественно лживое. Деяний преимущественно незначительных. Совершенных правителями преимущественно подлыми. И воякины преимущественно тупыми. Ну, на самом деле, я вот так и считаю. Вот, вот история. Действительно история описания преимущественно лживое. Почему лживое? Потому что мы опираемся на источники, которые были написаны людьми до этого. То есть люди писали о себе и о своих королях. И о тупых вояках, которых в любой момент могли бы как бы... То есть доверять документам довольно-таки сложно, на мой взгляд, по крайней мере. Я бы не стал доверять документам. Тем более, когда речь идет о чем-то древнем и более древнем, чем новое время. Вот раньше нового времени документы велись еще хуже. Да, значительно хуже, чем в новое время. И уже особенно в современности. Про ту историю разговаривать приходится с большими натяжками. Там очень много конструирований, всяких концепций. Ну, то есть, да, действительно, описание преимущественно лживое. Лживое. А правители? Подлые? Подлые. Чаще всего подлые, жестокие, тупые, еще близко к всему. А вояки тупые? Ну, по определению тупые обычно. Что делать? Что делать? История такова. Критик. Человек, который похваляется, что ему трудно угодить, поскольку никто не пытается угодить ему. Да, действительно. Лектор. Некто с рукой в вашем кармане, языком в ваших ушах и верой в ваше терпение. Абсолютно описывает большую часть лекторов, которых я знаю. Логика. Вот, кстати, интересный момент. Умный. Очень умный. Логика. Это искусство размышлять или излагать мысли в неускоснительном соответствии с людской ограниченностью и неспособностью к пониманию. Основа логики силогизма, состоявшей из большей и меньшей посылок и вывода. Давайте, вот он силогизм привел. На самом деле, определение мне очень нравится, потому что, да, действительно, это искусство размышлять и излагать мысли. Действительно, оно подразумевает вот эту вот людскую ограниченность и неспособность к пониманию. Ну, то есть, давайте посмотрим. Вот идеальный пример логики. Большая посылка, меньшая посылка и вывод. На самом деле, форма идеальная. Большая посылка, большая посылка. 60 людей, способные сделать определенную работу в 60 раз быстрее, чем один человек. Меньшая посылка. Один человек может выкопать яму под столб за 60 секунд. Вывод. 60 людей могут выкопать яму под столб за 1 секунду. Заметьте, давайте просто заметим, что все вот это вот верно. Это верно, это абсолютно верные суждения. Ну, то есть, в рамках логики. Чисто, если мы занимаемся логикой, вот эти вот суждения, они верны. Чисто, логически, абсолютно верны. В чем заключается проблема? Большая посылка, она определенно не верна. 60 людей, способные сделать определенную работу в 60 раз быстрее, чем один человек. Она не является точной, это не истина в последней инстанции. Ну, то есть, в некоторых случаях, да, 60 людей, способные сделать определенную работу в 60 раз быстрее, чем один человек. Например, мы хотим выкопать за час 60 ям, один человек выкопает одну яму, а 60 выкопает 60 ям. Да. А в таком случае посылка была бы верна. Ну, то есть, логически все было бы верно и фактически все было бы верно. Но, когда один человек может выкопать, да, вот эту яму за 60 секунд, за одну секунду просто люди не могут выкопать одну яму. Это понятно. Это просто факт уже получается такой. Ну, вот вам логика, как она работает. Если некоторые положения, которые мы не понимаем, мы все-таки принимаем за истинные, вот в эту большую посылку или в меньшую, неважно. Вот у нас и получается проблема. Мы можем получить из большей посылки ложный вывод. Без проблем. И даже не осознать этого. Все логично, все прекрасно выглядит. С другой стороны, давайте еще честно скажем, что даже если мы соблюдаем логику, соблюдаем какие-то факты, у нас посылки совпадают, это еще не факт, что мы получим верный вывод. То есть, вот действительно так получается, что логика это просто формальная такая вещь, формальное требование к большинству ученых и ко многим философам, чтобы они излагали свои концепции вот таким вот образом, да, чтобы все было вот так вот. Бирс это показал и определил, что у нас есть ограниченность и неспособность к пониманию, да. Поэтому большие посылки часто могут быть ложными. Ложными и это никак, логика с этим ничего не может просто сделать, потому что логика не об этом. Да, посмотрите. Это можно назвать арифметическим силлогизмом, где логика соединена с математикой, что дает там двойную уверенность в правильности вывода. В общем, действительно, это правдиво. Правдиво. Вообще, с логикой дела обстоят очень сложно, и Бирс это отчасти показал. Не то, что сказать, что это очень гениальное опровержение. Человек просто использовал ложную посылку в начале. Мы можем создать таких силлогизмов огромное количество, используя неправильные посылки в начале, неправильные утверждения, и говорить, вот, у вас не получилось истины. Можно сказать, что это софизм, но на самом деле это не софизм, это просто логика так работает. Любовь. Временное умопомешательство, излечимое браком или удалением пациента из болезнетворной обстановки. Недуг этот, подобно кариусу и многим другим, поражает лишь цивилизованные нации, живущие в условиях далеких от естественных. Варварские же народы, дышащие свежим воздухом, употребляющие простую пищу, предохранены от него природным иммунитетом. Исход болезни бывает фатальным, но чаще не для больного, а для лекаря. Ну, кстати, следует, опять же, заметить, что под цивилизованными нациями подразумеваются нации европейские преимущества. Ну, потому что любовь, концепция восходящая к христианству, от христианства к древней Греции, у греков было четыре типа любви. А у остальных наций, у остальных народов понятие любви, оно не было таким распространенным просто и обозначало иногда страсть, иногда просто семейную жизнь. Семья вообще не подразумевала какую-то особую плутоническую любовь или какую-то особую христианскую любовь. Ну, то есть, все вот это, все вот эти отношеньки, любовь, поцелуйчики, это все возникло сравнительно, вообще сравнительно недавно. И в отношения ее впихивать тоже начали, ну, недавно, так скажем. Да, уловил вот эту вот тонкость, тонкость понятия любви, автор уловил, уловил, а многие не понимают ее. Прекрасно. Мерзавец, человек в высшей степени низкий. Первоначально это слово означало еретика, а его нынешнее значение можно считать самым замечательным вкладом теологов в развитие нашего языка. Смешно. Мифология. Первобытные представления того или иного народа о своем происхождении, древнейшей истории, бога, героев и так далее, в отличие от исторических фактов, которые были выдуманы позднее. Это шикарно, это часто, это очень глубоко, это шикарно, это действительно правда. Большинство исторических фактов действительно были выдуманы, скорее всего. Ну, то есть, мы не можем подтвердить, реально они имели место или не имели. Что нас там не было, мы не можем это проверить. Эпирическая проверка исторических фактов невозможна. Там другие методы более, они более, в общем-то, спорные. И отсюда, ну, то есть, получается, что любое историческое событие, которое где-либо описано, даже в нескольких источниках, даже в ста тысячах источниках, если оно описано, все равно не факт, что оно произошло. Скорее всего, оно было выдумано. Тогда было выдумано людьми, которые, в общем-то, писали тексты, на которые люди опираются. По помощи историками сверху, что-то выдумано, интерпретировано. Прекрасно. Действительно, очень глубоко. Моральный. Отвечающий переменчивым местным представлениям о добре и зле. Соответствующий всеобщим понятиям о выгоде. Отличное определение слова моральный, честно говоря. Да, так и есть. Мучение. Недуг, поражающий людей в виде благоденствия ближнего. Да, хорошо. Невежда. Тип, которому неведомые вещи хорошо знакомы вам, и который знает то, о чем вы понятия не имеете. Ну, нередко это действительно бывает так. Ну, то есть, да, человек обвиняет кого-то в невежестве, как будто бы мы все обязаны знать все. По крайней мере, то, что знает тот человек, с которым мы беседуем, мы почему-то обязаны знать. На самом деле, никто ничего не обязан вообще в принципе знать. Если я знаю то, чего не знают другие люди, это не значит, что другие люди не знают того, чего не знаю я. Иногда эти знания даже равносильно. В некоторых случаях. Вообще нормально чего-то не знать, даже вещей, которые в школе, например, преподают. Кому, например, нужна, не знаю, математика из 8 класса, кроме людей, которые занимаются непосредственно естественными науками и вообще даже точнее физикой просто непосредственно занимаются, потому что вот эта вся математика 8 класса и выше в русских школах, она вообще не имеет никакого отношения к тому, чем люди будут заниматься в университетах в дальнейшем. Вот и получается интересная ситуация, в которой люди требуют друг от друга каких-то знаний, каких-то поразительных знаний в тех областях, в которых они сами преуспевают и пытаются доказать невежество других людей, основываясь на этом, ну это просто странно. А вот философию знать надо, кстати, я считаю. Ну, потому что философия это другое дело, потому что философика какого нет, это отдельная исключительная сфера. Несчастный случай, неизбежное происшествие, обусловленное действием неизменных законов природы. Да, несчастный случай, случай, да, случай типа случайно произошло, но оно при этом неизбежное. Да. Образование. Процесс, в ходе которого умного открывается, от глупого скрывается недостаточность их знаний. Да, действительно, похоже на то. Орфография. Наука писать так, как видишь, а не так, как слышишь. Ее яростно, хоть и не вполне внятно, защищает во всех лечебницах для душевнобольных. Да, там, где филологи работают. Ее сторонникам пришлось кое-чем поступиться со времен Чосера. Но они с не меньшим жаром готовы и впредь защищать то, чем им предстоит еще поступить. Да, действительно, это так и есть. То есть мы должны вообще понимать, относительный уровень орфографии это какой-то абсолют, защищать ее в принципе глупо. Орфография меняется, грамматика меняется, пунктуация меняется, люди говорят немножко на разных языках, даже когда они вроде бы говорят на одном, у них разные определения. Вообще, живой язык, живой язык непосредственно, это вещь довольно-таки сложная. И она постепенно развивается и разветвляется, так скажем. Появляются новые ответвления, разные подъязыки, новые субкультуры, которые говорят на разных языках. И это просто нормально. Это нормальная ситуация жизни, существования вот этого языка. А люди, которые запрещают языку меняться, вот они душевно больные. В некотором роде действительно они душевно больные. Что-что сказать. Ударения они какие-то там измеряют. Звонит, звонит. Вот эти вот все придурки, которые вот так вот управили. Надеть, одеть. Какое значение это на самом деле идея? Мы понимаем смысл слов. Понимаем смысл предложений, которые говорят из контекста. И защита вот таких вот невнятных звонит-звонит и так далее. Это звонит и звонит, да. Это безумие на самом деле. Это просто бесполезное оскорбление других людей. И злоба какая-то источающаяся. Непонятно по каким причинам. Действительно больше такие люди до души, до больных похожи. Патриот. Тот, кто предпочитает интересы и счастья интересам целого, игрушка в руках политиканов и оружие в руках вояков. Да, патриот таков, патриот националист и даже нацист в некотором роде. То есть фашист определенно. То есть человек, который желает счастья только своему государству. Вот это и есть патриот. Он считает, что его государство лучше других государств. Да, и то есть, что ценой счастья его государства можно поступиться счастьем других государств. Даже в смерти государств допустимы для патриота. Да, такой человек патриот. Он предпочитает интересы и счастья интересам целого. Так и есть. Потоп. Знаменитый первый опыт водного крещения, который собыл грехи и грешников вслед со земли. Разумный. Свободный от всех заблуждений, кроме тех, которые проистекают из наблюдений, опыта и размышлений. Это правда. Это правда. Это просто правда. Это я уже давно тоже заметил. Сам по себе с этим работаю. Разумный это действительно человек. Разумный человек. Это тот, кто опирается на наблюдения, опыт и размышления. Он верит в них, по сути. Все заблуждения, связанные с наблюдениями, опытом и размышлением, к нему лучше-то относится. Он может называть тебя скептиком каким-нибудь. Каким-нибудь, я не знаю, гениальным критиканом, критиком великим. Потому что у него критическое мышление. Но в нем доминируют догмы наблюдения, догмы опыта и догмы размышлений. Он еще там в науку верит и не будет проверять, что говорят ученые. Но он же разумный. Правильно. Правильно, он разумный. Ругань. Чьи-то критические замечания, адресованные нам. Да, люди очень любят на ругань обращать внимание. Не дай бог еще какое-нибудь ругательное словечко проскользнет. И все-все-все. Это просто ругань. Как некультурно. Как это было неправильно. Тоже недавно вы, может быть, лицезрели, как меня обвиняли в подобном. Просто, да, сказал что-нибудь критическое про человека. Ну, не нравятся тебе его стихи. То ты там докажи, что это за пустословие. Ругань, ругань, ты оскорбляешь его. Вот. Прекрасно. Свобода. Едва ли не самая дорогая из воображаемых ценностей. Это так. Святой. Покойный грешник. Пересмотрен в дополненном издании. Так и есть. Да. Вот у нас есть Владимир Креститель. Великий наш государь. Который при жизни был еще тем знатным персонажем. Да. Признан святым. Ну, почему? Ну, а просто так. Просто крестил Русь. Сорока. Птица, отличающаяся воровскими повадками, которые ни одного человека наводили на мысль, что ее можно и разговаривать научить. Это смешно. Да. Софистика. Метод ведения спора характерный для вашего оппонента. От вашего собственного он отличается гораздо большей неискренностью и глупостью. Этот метод применялся древними софистами. Греческой сектой философов, которые начинали, обучая людей мудрости, благоразумию, наукам и искусствам, словом всему, что должен знать человек. Но потом заблудились в лабиринте, каламбурах и тумане слов. Ну, я здесь не согласен. Софисты, по-моему, гениальные мыслители своего времени. Они опередили человеческую мысль на несколько тысяч лет. Буквально на две тысячи лет они опередили человечество. Ну, вот как-то их всех считают словоблудами. Ну, допустим. Это такие вот выражения. Они пусть будут на совести людей, которые оскорбляют софистов. Упрямый. Отрицающий наши истины, хотя они очевидны в блеске своем. Отвергающий все наши убедительные доводы. Да, мне нравится, что определения здесь даются по отношению к их употреблению. Да, действительно, люди говорят, ну, кто-то упрямый. Почему? Потому что кто-то отрицает его истины, его убеждения какие-то. Какие бы там доводы не были обычно, да. Доводы отвергают. На самом деле, люди не понимают, да, как работает психика друг друга. Они все измеряют по себе чаще всего. Чаще всего, да. И если они что-то не измеряют по себе, очень вот бывает, человек перерос вот это вот. Он перерос, он старался, старался. Теперь он не измеряет все по себе. Он требует от других, чтобы они были точно такими же. Но это тоже абсурдно. Например, да, действительно, человек там стал ученым таким, ученым. И он хочет, чтобы все его оппоненты вдруг тоже стали учеными. И все они принимали убедительные доводы. И отвергали вот эти вот все неубедительные доводы. Как отличить убедительное от убедительного? Они как бы меня забуздают. Вот такое. Фактический. Вероятный, возможный. Да, это так. Потому что все, что фактично, это, по сути, интерпретация. И, скорее всего, это вероятно, возможно. И люди часто используют слово фактический. Как раз в значении именно вероятного. Ну, мне кажется. Мне кажется, можно заменить, да. Что врачи считают, что... И поставим любое утверждение якобы врачей, да, которые считают обывателя. Фанатик. Тот, кто упорно и жаром отставит мнение неприемлемое для вас. Опять же, да. Относительно человека, который это читает, это чаще всего правда просто будет. Это хорошо. Это хорошо. Это мне нравится. Человечество. Род людской вообще, за исключением человекообразных поэтов. Эрудиция. Пыль, вытряхнутая из книг в пустую башку. В общем-то, да. Сегодня все. Мы посмотрели... В общем, был литобзор Амбрас Бирса. Мы рассмотрели прекрасное определение. Там еще больше в его книжке прекрасных определений. Я вам советую почитать ее. Она отличная. Она отличная. В некотором смысле даже мудрая. Мудрая и интересная. Много интересного вы в ней найдете. Восьмикратно с вами прощаюсь. И желаю понимания. Читайте хорошие книги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok